Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ, программа «Власть». В студии для вас работает Ильхам Нигматуллин. Каждый вторник и четверг мы встречаемся с нашими гостями для того, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы. Сегодня мой собеседник, заместитель директора муниципального предприятия «Спортивный клуб «Квант» Силуянов Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Всегда рад. Александр Юрьевич, вы много лет жизни посвятили себя в работе физкультуры и спорта. На спортивном созвездии в городском Доме культуры, которое прошло на днях, вы также честовали наших выдающихся спортсменов. Скажите, насколько выросли достижения обнинского спорта и в чем основные причины этого роста? Ну, во-первых, у нас очень большое количество тренеров-энтузиастов. То есть те, которые действительно любят свою работу, любят свое дело, любят детей. И, конечно, это основной двигатель в этом росте спортивного мастерства, спортивных достижений. И, конечно же, нельзя обойтись и без спортивной базы. Потому что современные спортивные сооружения – это тоже залог успеха. То есть именно сочетание вот этих вот вещей, то есть прекрасные тренеры и великолепная спортивная база, они позволяют двигаться вперед. На примере уже того же Олимпа, можно сказать, запустили 50-метровый бассейн и увидели, что у нас раньше, если у нас было два члена сборных команды страны, то сегодня уже 10 или 12. И регулярно здесь проводятся соревнования достаточно высокого уровня, например, там ЦФО, что тоже дает дополнительный толчок для тех детей, которые занимаются. То есть они, даже глядя на эти соревнования, не то, что участвуют, уже тоже растут. То есть это тоже очень сильно влияет. Скажите, вы сказали о том, что в Обниске очень много тренеров-энтузиастов. На ваш взгляд, хватает в общем тренеров у нас в городе? Нет, не хватает. Это все равно нужно еще работать в этом направлении. Как привлечь, по вашему мнению, в город? Достойные заработные платы, достойными условиями труда. То есть это вот тоже два таких составляющих момента. Вас знают как инициаторы создания в нашем городе таких значимых объектов, как лицедержава, с первым в городе стадионом с искусственным покрытием. Также вот спортивный центр «Олимп», переоснащение спортивных площадок на городских территориях. Вот что нужно в Обниску еще, чтобы не останавливался рост спортивных достижений, в том числе, чтобы привлекать тренеров? На ваш взгляд. На мой взгляд, сейчас самая серьезная проблема заключается в спортивной медицине. Как ни странно, потому что тот же допуск детей к занятиям в спортивных секциях дает обычный врач-терапевт участковый. Это неправильно? Это неправильно. Потому что, допустим, даже если ребенку делают замеры кардиограммы, то есть работа сердечно-сосудистой системы, то это делает в состоянии покоя. То есть у нас на сегодняшний день нет систематического отслеживания. То есть на достаточно высоком уровне это уже есть. Ребята ездят в Москву для того, чтобы проводить углубленные медицинские отслеживания. У спортсменов, да, у профессионалов. Да, но на самом деле это нужно делать уже начиная с самого раннего возраста. И когда дети пришли заниматься, необходимо отслеживать, то есть понимать реакцию организма на физическую нагрузку. Если, то есть одно дело измерять состояние сердечной системы в состоянии покоя, и совсем другое, когда дана достаточно серьезная физическая нагрузка. Это будут совершенно разные показания. И на основе этого уже надо смотреть реакцию организма на эту физическую нагрузку. И дальше уже делать какое-то заключение. На сегодняшний день этого нет. И здесь возможны серьезные проблемы. Поэтому для того, чтобы дальше двигаться вперед, нам необходимо в спорте сопровождение нормальной, серьезной спортивной медицины. То есть с хорошими спортивными врачами, с серьезным оборудованием. Без этого мы никуда не денемся. То есть мы останемся на месте. Либо это будут проблемы. Какие перспективы? Идут переговоры, идет процесс, но достаточно тяжелый, сложный. Сейчас вот в КБ поменялся руководитель, будем пытаться с новым руководителем этот вопрос каким-то образом решать. Перейдем к следующему вопросу, что касается открытого плавательного бассейна в Огнинске. Да, и многие горожане, телезрители часто задаются вопросом. Есть ли перспектива возрождения открытого плавательного бассейна? Перспектива есть, потому что мы этим вопросом занимаемся. У нас исходят с повестки дня. Но мы сейчас столкнулись с такой проблемой организационного плана. У нас появились инвесторы год назад. Они предложили концессию с достаточно серьезными капиталовложениями. То есть концессия на 25 лет. В этом заинтересованы руководства и города, и области. То есть они тоже, эти инвесторы, встречались на разных уровнях. И проблема в том, что в течение года вопрос этот стоит, то есть он никуда не идет, никуда не решается. Мы уже начинаем сомневаться вообще, что это за инвесторы. Но проблема в том, что из-за того, что они пришли, везде обозначились, что они готовы финансировать и вкладываться, из-за этого мы, по сути дела, лишены возможности участвовать в каких-то федеральных программах. Нас туда просто пока не допускают. Говорят, у вас есть инвесторы. Что вы там лезете с своими идеями, предложениями. Поэтому нам как-то надо этот вопрос. Либо от этих инвесторов отказаться и забыть про них. Но это не только мы решаем. Либо параллельно все-таки рассматривать, то есть где быстрее это произойдет, с теми, значит, мы и движемся дальше. Потому что останавливаться только на этих каких-то инвесторах, которые непонятно реализуют, они не реализуют. У меня большие сомнения. Если не секрет, какой объем инвестиций необходим? Ну, как минимум 40 миллионов рублей на сегодняшний день. Еще вопрос. На ваш взгляд, каких спортивных объектов не хватает Обнинску на сегодняшний день? Зал спортивных единоборств, например. Который включал бы в себя возможность тренировок и проведения соревнований по борьбе, самбо-дзюдо, боксу. Сейчас уже в моде ММА. То есть различные единоборства, вытекающие уже из классических видов борьбы и бокса. Ну, единоборства сейчас очень популярны среди молодежи. Они всегда были популярны, на самом деле. Популярность никогда не снижалась. И очень хорошо. Александр Юрьевич, интересно ваше мнение. Переем к следующей теме. Вот проект школьников, который получил приз зрительских симпатий на деловой игре «Обнинск. Город первых». Речь идет о зоне отдыха «Чистая паротва». Как можно переобустроить городской пляж и сделать его по-настоящему рекреационной зоной для горожан, по вашему мнению? Ну, над тем, каким образом именно переобустроить городской пляж, сейчас работает. Есть к этому неплохие примеры различные. Это же не только пляж, должна быть какая-то набережная, какая-то инфраструктура, способствующая там нахождению. Но я бы остановился сейчас на другом. У нас пляж этот городской, он достаточно сильно оторван от города. И его надо к городу как-то привязать. Потому что отдельно сам по себе этот городской пляж, он не будет востребован. Туда нужно как-то добраться. И здесь я считаю, что необходимы какие-то пешеходные дорожки, тропы, велосипедные. То, что сейчас востребовано людьми для здорового образа жизни, мы могли бы как раз этими дорожками, мостиками привязать. Например, с одной стороны, это спуск по Долгининскому оврагу. Он достаточно живописный, интересный, красивый. Именно как спуск к реке. Начинается от Циолковского, то есть между Циолковским и Олимпом. Там вот этот ручей начинается. И вдоль этого ручья с какими-то переходами, мостиками можно сделать, организовать какой-то спуск к реке. С одной стороны. А с другой стороны наша прекрасная река Рябинка начинает свое течение от... Если по городу смотреть, выходит она сразу в районе парка, где оврага ДАТ. Огороженный, кстати. Надо забор отобирать. И вдоль этой Рябинки мы тоже можем сделать, обустроить какие-то дорожки и красиво спуститься к реке. Тоже там живописные, интересные, красивые места. Вопрос, как облагородить, как это сделать. У меня такие предложения на сегодняшний день. Это очень большой бюджет для того, как логистику, допустим, к зоне чистой паротфа, если сделать, провести. То есть это очень... Ну, как относительно большой. Вопрос расстановки приоритетов. Деньги есть всегда. Вопрос, куда мы их вкладываем, как расставляем приоритеты, что для нас важнее. Продолжим тему. С 26 апреля по 30 мая, как мы знаем, пройдет онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Горожанам предстоит выбрать одну из четырех представленных на голосование территорий. Давайте я вот перечислю. Это благоустройство сквера по улице Шацкого в районе дома 20, справа от Кантеатра «Мир». Благоустройство пешеходной зоны по улице Курчатова 13. Благоустройство сквера военно-мемориального комплекса памятника «Первопроход» матовому подводному флоту на улице Победы и благоустройство сквера по улице Жолио-Кюри. За что проголосуете вы и почему? Ну, я бы проголосовал за сквер возле улицы «Мира». Вернее, возле кинотеатра «Мир». Да, возле кинотеатра «Мир». Но я бы хотел все-таки проголосовать не просто за этот кинотеатр, за этот сквер. Я считаю, что забор, который стоит возле ИАТ, огораживает овраг, он там лишний. То есть, если рассматривать благоустройство этого сквера, то надо рассматривать это все в совокупности с этим оврагом. Потому что всю жизнь это было единое целое. Во всяком случае, там и детство мое прошло. Все это помню, когда еще даже овраг не был засыпан, там ручей был. Там кораблики пускали. И если благоустраивать, то благоустраивать в целом. Забор надо убирать, потому что ИАТ никогда этот забор не уберет. Вернее, не будет благоустраивать эту территорию. Им это не надо, они будут благоустраивать в другом месте совершенно. Там, где у них учебные центры, и там общежитие территориальное, а это расположено в другом месте. Поэтому здесь, если что-то будет по остаточному принципу. Поэтому я считаю, что это должно быть передано в муниципалитет. И город должен озадачиться благоустройством этой территории. Тем более, что она, в принципе, была сделана. Сделана красиво и хорошо. Очень привлекательно, я посмотрел. И здесь надо как бы все это просто продолжить и улучшить. Завершив ряд крупных проектов, вы вновь возвращаетесь в активную жизнь города. Ну, затронем, что за ряд крупных проектов? Ну, это микрорайон Репинка, жилой микрорайон. В принципе, жителям судить, насколько мы там хорошо что-то сделали, либо не очень. Ну, я знаю, что микрорайон Репинка победил на каком-то конкурсе. Что это было? Это был лучший микрорайон среди домов среднеэтажности в Калужской области. Скажите, пожалуйста, чем он лучше? То, что жители получили? Ну, достаточно большая благоустроенная территория. Хорошие, комфортные дома, полностью сделанные из кирпича. Я не рекламирую сейчас продажи, потому что мы уже там все квартиры продали. Парковки и так далее. Парковки хорошие, спортивные детские площадки. То есть, достаточно неплохое озеленение. Ну, и так, на мой взгляд, удачно вписались в тот ландшафт. То есть, природа, которая там изначально была. Но там получилось, не получилось, не мне судить. На мой взгляд, получилось. А уже там кто-то может иначе считает. Вы считаете необходимым открыть работу еще одного ТОСа. Какова вот проблематика этого района? И мы не затрагиваем Репинку, да? А это мы как раз все это в одном и том же. Это именно продолжение, по сути дела, этого проекта Репинка. Потому что мы столкнулись при реализации этого проекта с тем, что территория Репинки граничит с другими территориями, на которые мы не могли из своего предприятия профинансировать. Там, считаю, должен город финансировать благоустройство, освещение улиц, какие-то там, ремонт дорог, тротуаров, проездов. Это вот проблематика, там сейчас электрагируют. Да, да. Это все одно из другого вытекает. И поэтому решили организовать ТОС на этой территории. Для того, чтобы именно решить проблему с внутриквартальными проездами, которые уже там, не знаю, больше 10 лет не ремонтировались. И проблема внутреннего освещения. На мой взгляд, то, что это сегодня актуально, то, что люди... Чтобы наши зрители представляли, это район стадиона Труд, правильно? Да. От Ленина и... Получается, Ленина, да, то есть от Ленина Шацкого. На этой территории проживают чуть более 1200 человек, обладающих правом на создание ТОСа, правильно? Да. На сегодняшний день вся ли проблематика собрана, либо ведется работа, то есть с жителями? Нет, сейчас будет вестись опрос среди жителей. Во-первых, необходимо создать условия для голосования за создание ТОС, потому что только лишь начала работать инициативная группа. Это жители должны проголосовать, нужно нам этот ТОС или нет. То есть поддержат ли они инициативу, это инициативная группа нашей. И те проблемы, которые мы видим, вполне возможно, к ним что-то еще добавится. И уже на основе этого это будет уже запрос в администрацию. Во-первых, за созданием ТОС, с регистрацией ТОСа. И второе, финансирование тех направлений, которые хотят за жителя, чтобы они были реализованы. Ну, несомненно, инициативная группа – это двигатель, как говорится, двигатель идей и предложений. Такие люди сегодня уже есть, вы сказали, да? То есть та группа, которая работает в этом направлении. Ну, это наш коллектив, по сути дела, и те жители, которые поселились в Репинке. По вашему мнению, вот в идеале, я вот прочитал СМИ, в Огненске вообще не должно остаться белых пятен. То есть каждый дом на квартирный должен входить в состав какого-либо самоуправления. Почему? Ну, то есть сейчас уже сложилась такая практика, что все финансирование, внутриквартальное финансирование, благоустройство идет через ТОС. Исключительно через ТОСы. Жители сами определяют, что в первую очередь нужно сделать. И, соответственно, если ТОСа нет, то определять некому. То есть жители должны быть организованы, и их мнение должно каким-то образом собираться и дальше уже представляться. Поэтому работает все через вот этот механизм территориального общественного самоуправления через ТОС. Поэтому, конечно, не должно быть белых пятен. И там, где они есть, их надо как-то систематизировать, приводить в порядок, чтобы уже дальше мнение жителей учитывалось при финансировании благоустройства в городе. Многие жители не знают, что такое ТОС. Многие боятся. То есть многие ищут какие-то подводные камни. Но ТОС, в первую очередь, это все-таки механизм для решения проблем. То есть если в районе проблематика... Это, по сути дела, механизм для сбора общественного мнения. Потому как сам ТОС, в том виде, в котором это сейчас практикуется, не является юридическим лицом. ТОС не получает ни на какие свои расчетные счета никаких денег. То есть само руководство ТОСа к этим деньгам не допущено. Деньги в бюджете. Получателем бюджетных средств является, как правило, допустим, МПКХ, либо городское строительство. И уже дальше по конкурсу, по аукционам разыгрывает с подрядчиками, кто будет выполнять те или иные работы. И в дальнейшем эти предприятия вместе с ТОСом отслеживают выполнение и качество выполненных работ, объема и так далее. То есть ведут контроль. Поэтому ничего, кроме блага, эти ТОСы не несут для жителей. Александр Юрьевич, вы работали в трех составах Обнинского городского собрания. Накануне дня местного самоуправления в мэрии откроют галерею портретов руководителей города в различные исторические периоды. Как вы лично оцениваете это событие? Положительно. Это же все-таки наша история. Но я считаю, что на этом не надо останавливаться. Надо все-таки еще и возродить городскую доску почета. То есть она у нас была на улице Леяпунского, но в результате реконструкции мы ее лишились. И я думаю, что где-нибудь в районе сложившегося центра города, например, в районе Плазы, необходимо эту доску возродить и, может быть, к дню города ее восстановить. Об этом нет разговор уже? Ну, в таком зачаточном состоянии. Поэтому, пользуясь случаем, хочу дать толчок этому обсуждению. Более, может быть, усилить его. Мы затронули тему Дня города. В этом году Обнинск отмечает юбилей. Как вы, ваши коллеги, будут участвовать в праздновании Дня города? Сложный вопрос. Насколько все-таки... Мероприятий будет много? Ну, вот насколько нам разрешат все эти мероприятия в связи с этой пандемией? Ну, надо, конечно, готовиться к тому, что все-таки эти запреты уже к этому времени будут ликвидированы. Ну, без сомнения, все горожане, конечно же, ждут такого полномасштабного празднования, массового. Ну, все ждут, что в этом году будет именно массовое праздник. Ну, все соскучились. Приближаемся мы еще к одному главному празднику, который каждый год отмечает вся Россия, вся страна. Сейчас ведется подготовка к параду Победы. Вы каждый год участвуете в мероприятиях? Не всегда. Что касается 9 мая? Не всегда. Не всегда и не во всех мероприятиях, ну, в зависимости от различных ситуаций. Ну, в этом году, наверное, буду. Мы собираемся. И вопрос еще по бессмертному полку. То есть, насколько он будет, не будет, хотелось бы, чтобы он все-таки был в этом году. Ну, вот известно, что сейчас под вопросом по срокам проведения, правильно? Да. Будет ли он 9 мая, либо будет позже, ну, посмотрим. К этому тоже надо готовиться. Это вот интересно. В финале нашей программы я всегда даю слово моим собеседникам. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Здоровья, прежде всего. И уверенности в завтрашнем дне. Александр Юрьевич, скажите, на Ваш взгляд, какая проблематика в городе еще существует? И какие болезненные точки, как говорится, нужно лечить? Какие проблемы нужно решать? Ну, вот сейчас основная, на мой взгляд, проблема заключается в недостатке развития общественного транспорта. То есть, у нас микрорайоны новые выросли, появились новые точки притяжения. То есть, ну, допустим, там торговый центр обниме появился. А к нему, по сути дела, особо никто и не ездит из пассажирских транспортов. На самом деле проблема, да? Потому что те, кто без автомобилей, добраться не представляют как. Потому что там же еще и количество сотрудников определенное, которые тоже должны быть, ну, каким-то образом добираться там и так далее. Но это не только. Допустим, там тоже Зоовражье. У нас уже там Олимп, Новый Город, Экадолье. А там всего лишь, ну, там две маршрутки, там, 18 и 19, например, в районе Экадолье ходят. И здесь еще получилось так, что пущена в эксплуатацию школа, запущена ФТШ, это 400 детей. И вот каким образом эти 400 детей должны одновременно добраться. Вот. Я думаю, что к первому сентября эта проблема будет решена. Но вообще, я считаю, что необходимо пересматривать всю систему транспорта в городе. То есть у нас город расширился, увеличился, а транспортная система пассажирских перевозок осталась прежней. Вот. Поэтому я считаю, что здесь должны быть какие-то серьезные изменения. Вот, например, может быть, должно быть больше автобусов, чем маршруток? Либо все такие не факт. Потому что, ну, что такое автобус? Готовы ли его ждать 15 минут? Либо за это время приедет три маршрутки и через каждые пять минут заберет там необходимое количество людей. Но самое главное, что везде во всем мире борьба с пробками идет именно за счет развития пассажирского транспорта. Потому что в машине там один-два человека едет, сколько на местной дороге занимает. Ну, все это уже, как бы, все прекрасно понимают. Вот. Поэтому, как только у нас, например, пассажирский транспорт будет ездить не так, как понравится жителям, они снова начнут брать свои машины и на них ездить, и еще больше загармождать городские улицы. Вот. Кроме того, нам необходимо, опять же, еще и менять систему городских улиц. Ведь, например, в той же Европе очень популярны круговое движение. Все перекрестки идут через круговое движение. Ни светофоров, не надо ничего. И круговым движением, где на кругу автомобиль главный, решается большинство всех вот этих развязок. Вот. Небольших перекрестков даже. Вот. Я считаю, что у нас тоже должно возникнуть еще несколько колец. Вместо, вот, допустим, пересечения Курчатова, Северная улица, ну, продолжение Маркса, там, я считаю, должно быть кольцо. В районе 12 месяцев тоже должно быть кольцо, вот, где у нас заправка стоит, вот эти вот выезды там тоже проблемные. Вот. В районе пересечения Энгельса и Маркса тоже должно быть круговое движение. Вот. Потому что то, что сейчас есть, это, ну, вызывает серьезные проблемы. Кольца, они какие проблемы решают? То есть это загрузка, это пробки-то? Да. Безопасность? Да. Они как раз все проблемы эти решают. Потому что, например, выехать с Курчатова и попасть на Северную в час пик, когда оттуда с Киевки идет сплошной поток, вот, ну, это без риска для жизни это невозможно сделать. Вот, поэтому, если же здесь будет круговое движение и машина, выезжающая с Курчатова на улицу Северная, будет иметь преимущество. Во-первых, мы затормозим этот поток, который идет с Киевки, чтобы они немножечко успокоились после трассы, не летели с бешеной скоростью. Вот, и в то же время, как бы, создадим безопасность для выезда. Что касается выезда, у нас, получается, Северный выезда и Южный, это где тоннель. Да. Там, вот, на ваш взгляд, проблематика есть или нет? Есть, очень серьезная, я не знаю, каким образом она решится. Там газопровод идет высокого давления, расширить тоннель тоже очень сложно, то есть там трудно решаемая задача и в ближайшей перспективе не вижу решения. Понятно. Александр Юрьевич, спасибо вам за интервью, спасибо еще раз за то, что пришли к нам в студию. Спасибо всегда. Напомню, что моим собеседником сегодня был заместитель директора муниципального предприятия спортивный клуб «Квант» Силуянов Александр Юрьевич. Это была программа «Власть», смотрите нас каждый вторник и четверг на телеканале «Обнск ТВ». Будьте здоровы, всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин